115-летие официальной канонизации великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского празднует Русская Православная Церковь. Центром торжеств стал Дивеевский монастырь, где пребывают мощи преподобного. Свято-Троицкий Дивеевский монастырь – одно из главных мест паломничества в России. Четвертый удел Богородицы, про который святой Серафим Саровский говорил. Здесь вам и Афон, и Иерусалим, и Киев. Клику святых церковь Батюшку Серафима причислила в 1903 году. Случилось это при непосредственном участии царя-страстотерпица Николая II. Он же вместе с августейшей семьей прибыл на торжество сначала в Саров, а потом в Дивеево. А сейчас здесь, на соборной площади святой обители, состоялась божественная литургия, которую возглавил управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога, и Отца, и причастия Святаго Духа. Будет со всеми вами. А еще в начале 20-го столетия мощи святого почивали в Сарове, но преподобный предрек, что его мощи будут лежать именно в Дивееве. Так и случилось. В советские годы в монастыре, где монашествовало преподобный, устроили колонию, а его святые мощи были утеряны. Второе обретение их произошло в 1991 году. Осенью 1990-го в запасниках Музея истории и религии Ленинграда были найдены неизвестные останки, которые после церковного освидетельствования признали мощами преподобного. В январе 1991-го их перенесли из Александра Невской лавры в Москву, в Богоявленский собор. А 1 августа того же года крестным ходом мощи доставили в Дивеевский монастырь. Действительно был русский человек, который пришел в эти царовские леса, чтобы здесь совершить подвиг, который совершали великие подвижники, отцы прежних веков. Преподобный Серафим родился в семье купеческой и мог бы стать, конечно, богатым человеком. Но его богатство не плечало, в его сердце были другие ценности. Он счастье находил в другом. Тысячи паломников в любое время года приезжают в Дивеевский монастырь и в день праздника Соборная площадь полна людьми, которые желают следовать завету преподобного, стяжать благодать Святого Духа. Сегодня, знаете, во всем мире, сегодня во всей церкви нашей совершаются праздничные богослужения и в православных церквах сегодня совершаются службы. Весь народ сегодня обращается к нему с молитвой и за помощью. Вот сегодня всех у нас с вами собрал свою обитель, которую он организовал, которую он покрывает, помогает, чтобы мы здесь еще раз в своих мощей исповедовали свои грехи, исправились и обещали всю жизнь духовную, как учил батюшка Серафим. Стяжание Духа Святаго – это основная заповедь батюшки Серафима, и он умилением стяжал любовь к Христову и поэтому привлекает всех прибывающих сюда. И мы желаем всем, кто прибыл, подъял труд, оставил свои кафедры, матушке свои заботы и попечения, и все прочие гости, которые прибыли сюда, чтобы они стяжали эту радость, мир, долготерпение, благость, веру, милосердие, кротость, воздержание, получили от мощей батюшки Серафима. Благодаря телетрансляции участниками торжеств также стали тысячи людей, находившихся далеко от Дивеевской обители. Божественная литургия стала кульминацией Дивеевских торжеств в честь второго обретения честных мощей преподобного Серафима Саровского.